Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши друзья, на просторах ютуба мы открыли наш резервный канал Цейхгаус Арсенал. Чтобы не потеряться при форс-мажорных обстоятельствах, связанных с ютубом, подпишитесь на резервный канал. Ссылочка в описании. Очевидно, что Блицкриг осенью 41-го года провалился. Немцы не смогли сходу взять Москву. В начале ноября германское наступление на советскую столицу захлебнулось на всех направлениях. Вермахт взял паузу. В полосе группы армии Север немцы не смогли взять Ленинград и соединиться с финской армией на реке Свирь. На южном направлении войска группы армии Юг 21 ноября взяли Ростов-на-Дону. Но Красная армия успешно контратаковала и 29 ноября отбила Ростов. Из донесений о все более ухудшающейся обстановке на фронте Гитлер соответствующих выводов не сделал. Фюрер, упоенный победами под Вязьмой и Брянском, продолжал верить, что война уже выиграна. В беседе с итальянским министром иностранных дел графом Чиану 25 октября 1941 года Гитлер утверждал, что Россия уже разгромлена. Он уже мечтал о прорыве на Кавказ и дальше в Индию. Германская ставка считала, что Россия уже не оправится от потерь и находится на последнем издыхании. Что русские бросают в бой последние отряды ополчения. Реальная картина на русском фронте была иной. Русские не собирались проигрывать войну и сопротивлялись все яростнее и сильнее. Ресурсы СССР не были истощены. Наоборот, оборона под Москвой была значительно усилена. Возводились новые позиции. Широко применялось минирование. Для минирования дорог сформировали две оперативно-инженерные группы, по 9 саперных батальонов в каждой. Ставка сформировала целую инженерную армию. Также в строительстве участвовали рабочие батальоны, привлекалось гражданское население Москвы и Подмосковья. Высоты и лесные массивы давали хорошие возможности в организации обороны, сковывая подвижные соединения противника. Красная армия имела базы стабжения поблизости, могла маневрировать силами, перебрасывать их на опасные направления ракадными железными дорогами. Советские ВВС имели хорошо оборудованные аэродромы вокруг столицы. На оборону Москвы перебрасывались не ополченческие, а свежие кадровые дивизии, которые везли из Средней Азии с Дальнего Востока. Переводили с других фронтов. Танков пока не хватало. Среди крупных производителей остались только Сталинградские и Горьковские заводы. Кировские и Харьковские заводы эвакуировали на восток. Чтобы они начали массовое производство, требовалось время. Но уже начинались поставки по лент-лизу от союзных Англии и США. Так, к концу года СССР получил 750 британских и 180 американских танков. Вермахт нес большие людские и материальные потери. Ударные возможности соединений падали. Подготовленные для операции «Тайфун» запасы были исчерпаны. Войска жили за счет ежедневных поставок, которые не могли покрыть их потребности. У солдат не было зимнего омудирования и снаряжения, так как войну собирались закончить до зимы. План «Барбаросса», в основе которого была стратегия молниеносной войны, исходил из того, что русская кампания будет завершена самая поздняя осенью 1941 года. На предостережение заместителя начальника генштаба сухопутных войск генерала Паулюса о возможных проблемах в снабжении войск на Восточном фронте Гитлер возражал. Я не хочу больше слышать этой болтовни о трудностях снабжения наших войск зимой. Никакой зимней кампании не будет. Сухопутные войска должны нанести русским еще только несколько мощных ударов. Поэтому я категорически запрещаю говорить мне о зимней кампании. В самой Германии в конце октября 1941 года специалистам военно-промышленного комплекса стало ясно, что нужно коренным образом наращивать военное производство. То есть нужен переход от идеи Блицкрига, когда экономика и народ жили в целом в обычном режиме, к переводу экономики на военные рельсы, полная мобилизация страны. Без этого победа невозможна. В частности, в Германии действовала централизованная система ремонта танков. Танки, которые не могли отремонтировать и восстановить ремонтные подразделения на фронте, отправляли в Германию, на заводы. Центральная ремонтно-восстановительная служба не успевала наращивать свои мощности. Заводы были перегружены и могли выполнить задачи по выпуску новых танков. Кроме того, железные дороги были перегружены перевозкой танков в Германию и обратно. Только в 1942 году перешли к децентрализованной системе ремонта бронетехники на фронте. Также Гитлеру передали доклад генерала Томаса, в котором отмечалось, что захват русской столицы не означает экономического краха СССР. Для этого нужно как минимум захватить Уральский индустриальный район. Однако эта оценка, противоречащая планам фюрера и его окружения, не нашла поддержки в германской ставке. Там решающее значение придавалось политическому резонансу внутри Германии и за границей, который бы вызвало взятие Москвы. Гитлер и его окружение были уверены, что русские едва держатся, надо поднажать и Москва падет. Победа близка, нужно только последнее усилие. Фюрер настолько был уверен в полном успехе, что приказал перебросить в Италию большую часть 2-го воздушного флота. Для поддержки группе армий «Центр» оставались только 8-й авиакорпус. Немецкие фронтовые генералы понимали, что добиться успеха в новом крупном наступлении будет сложно, и провал вероятен. Однако прекратить наступление и перейти к обороне до весны 1942 года они не могли. Так как тогда нужно было признаться в провале Блицкрига, всей гитлеровской стратегии на востоке, и перейти к плану «Б», а его и не было. Такое признание могло привести к внутренне и внешнеполитическим осложнениям. На совещании командующих группами армии, которая состоялась 13 ноября в Орше, Гитлер приказал любой ценой взять русскую столицу. Его поддержали главнокомандующий сухопутными силами Браухич, начальник генштаба Гальдер, командующий группы армий «Центр» БОК. Ввиду ограниченности времени, оставшегося до наступления зимы и отсутствия стратегических резервов, особо сложных перегруппировок немцы не производили. Немцы возобновили наступление в середине ноября 1941 года в той же группировке. Направление главных ударов было очевидным для противника, поэтому немцы утратили преимущество в маневре. С северо-запада на Москву нападали 3-я и 4-я танковые группы, часть сил 9-й полевой армии. На юго-западном направлении 2-я танковая армия. 4-я полевая армия атаковала на Звенигородском, Кубинском, Нарафаминском, Подольском и Серпуховском направлениях. На каждом направлении действовал армейский корпус, подкрепленный танками. Гитлеровское командование планировало двумя мощными ударами сокрушить оборону противника, разгромить московскую группировку Красной армии, стремительно обойти Москву с севера и юга, сомкнув клещи на востоке от столицы, затем взять Москву. Здесь оборонялась 50-я армия Болдина, 7 стрелковых, 2 кавалерийских, 1 танковая дивизия и 2 танковые бригады. Правда, после Брянского сражения, котла и попыток контратак в дивизиях оставалось от 800 до 2000 бойцов, в каждой по 2-3 артиллерийские батареи. В 108-й танковой дивизии полковника Иванова было всего 32 легких танка, 11 полевых и зенитных пушек, а в 32-й танковой бригаде 13 машин. Только 413-я стрелковая дивизия, ее перебросили с Дальнего Востока, была полнокровной, имела около 100 орудий и минометов. В состав армии Гудериана входило 4 танковых, 2 моторизованных и 6 пехотных дивизий. 24-й моторизованный корпус Швепенбурга получил задачу охватить с двух сторон и взять Тулу. Боевая группа 17-й танковой дивизии должна была прорваться к Кашире, захватить мост через АКУ и помешать подходу советских подкреплений из Москвы. С задним числом Гудериан отмечал, что поставленные перед 2-й танковой армией задачи были более чем сомнительны. Ударные возможности подвижных соединений, которые вели непрерывные бои в течение нескольких месяцев, значительно снизились. Пехота лишилась автотранспорта и не имела зимнего омудирования. 18 ноября 1941 года немцы перешли в наступление. Прорвали советскую оборону юго-восточные Тулы и стали прорываться в направлении на Каширу и Коломну. Однако сопротивление русских не слабело, а только усиливалось. Резервов для развития прорыва не было, а имеющиеся дивизии были обескровлены прежними боями. На подступах к Туле советская пехота и танки действовали небольшими группами. 2-3 танка, подразделения пехоты и истребителей танков. Из засад наносили противнику большой урон. Уже на третий день наступления Гудериан сжаловался на страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в омудировании, тяжелые потери, а также нехватку горючего. По словам немецкого генерала, руководство боевыми операциями превратилось в сплошное мучение. 25 ноября передовой отряд немецкой 17-й танковой дивизии, обойдя Тулу с востока, прорвался к Кашире. Правда, танков осталось всего пять. Советское командование для ликвидации прорыва противника сформировало оперативную группу генерала Белова. 1-й гвардейский КАВ-корпус, 112-я танковая дивизия полковника Гетмана, 9-я танковая бригада Кириченко, два отдельных танковых батальона. В группе было до 100 танков. 27 ноября группа Белова вместе с 173-й стрелковой дивизией нанесла контрудар по прорвавшемуся противнику и отбросила его. Одновременно от Тулы на Венев ударила 32-я танковая бригада Ющука. Ошеломленный внезапностью и силой ударов враг откатился на 15 километров и перешел к обороне. Гудериан попросил у командования разрешения остановить наступление. 28 ноября Бог такое разрешение дал. Таким образом удар на Москву со стороны Тулы был отражен. Напоследок Гудериан попытался все-таки взять Тулу. Немцы намеревались замкнуть кольцо окружения севернее города. Они еще смогли перерезать железную и шоссейную дороги Тула-Серпухов, но на большие сил не хватило. В начале декабря советские войска нанесли контрудар и отбросили врага на исходной позиции. Наступление армии Гудериана на Тульском направлении захлебнулось. Одновременно с ударами на Волоколамском и Тульском направлениях гитлеровцы пытались прорвать советскую оборону на центральном участке Западного фронта. 19 ноября 1941 года немцы начали наступление на Звенигородском направлении силами 9-го армейского корпуса 3 пехотной дивизии. 4-я полевая армия Клюге пыталась использовать относительный успех ударной группировки, которая наступала на Москву на севере. Правый фланг 5-й армии Говорова вынужден был отходить. Затем на правый фланг с Можайского направления перебросили 108-ю дивизию и 22-ю танковую бригаду из резерва. В упорных боях к концу ноября немцев основили у Звенигорода. 1 декабря немецкие войска прорвались с севернее на Рафа-Минска. Здесь немецкая пехота при поддержке частей 19-й танковой и 3-й моторизованной дивизии вклинилась в боевые порядки 33-й армии Ефремова. Гитлеровцы пытались прорваться в тыл 5-й армии, Кубинки, на дорогу Москва-Минск. Но дальнейшее продвижение гитлеровцев было остановлено контрударами 5-й и 33-й армий, в составе которых действовали 1-я гвардейская мотострелковая дивизия Новикова, 5-я танковая бригада Сахно, 20-я танковая бригада Антонова и 5 отдельных танковых батальонов. 4 декабря наши войска разгромили противника и восстановили фронт по реке Нара. Германский фельдмаршал Бок отмечал, что создалось такое положение, когда последний батальон, который может быть брошен в бой, может решить исход сражения. Но у командования группы армий Центр не было никаких резервов, которые можно было бросить в бой. Танковые дивизии лишились большей части машин. Пехотные дивизии были обескровлены. Командаром Клюге докладывал, боеспособность 51-го и 21-го корпусов настолько упала, что в оперативном отношении они больше не имеют никакого значения. Потери в людях просто колоссальны. Немцы так и не прорвались в собственно московскую зону обороны и полностью исчерпали людские и материальные ресурсы. Тем временем в советском тылу имелись уже целые свежие армии. Первая ударная, 20-я, 10-я и 61-я. Они насчитывали 18 дивизий и 10 бригад. Заново была сформирована 24-я армия. Из Приволжского округа подходила 60-я армия. Одновременно из резерва ставки пополнялись 16-я и 30-я армии, понесшие тяжелые потери. Укреплялись армии Калининского фронта. На пополнение танковых частей направлялись танки. Таким образом, операция «Тайфун» провалилась. Советские армии остановили и отбросили врага на всех направлениях. Ударные группировки группы армий «Центр» были измотаны и обескровлены. За ноябрь было потеряно свыше 1470 танков. Большинство дивизий потеряло до половины первоначального состава. Немцы перешли к обороне. Еще хуже, чем материальные и людские потери, которые можно было пополнить, обстояло дело с моральным духом. Контрудары советских войск на некоторых участках 2-й танковой и 4-й полевой армии вызвали настоящую панику у немецких солдат. Командование признавалось, что войска утратили обычную выдержку и уверенность в себе. Немецким солдатам становилось понятно, что война быстро не закончится и их ждут новые трудности. Надежды на легкую прогулку на востоке угасали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...